Всем привет! С вами Денис Швецов на канале Мышцы РФ. В рамках шоу Фитнес Гид я тренирую ноги. Сегодняшняя тренировка подойдет всем тем, кому надоели и наскучили стандартные базовые упражнения, кому они просто запрещены по здоровью. Она поможет сберечь ваш позвоночник, это самое главное, на мой взгляд, ну и в не меньшей степени проработать ваши ноги, увеличить выработку собственного тестостерона, усилить выработку ваших гормонов. В довисок ко всему добавлю, что именно эта тренировка, именно этот комплекс упражнений я использовал при подготовке к соревнованиям. Начнем мы с подготовки квадрицепсов к работе. Для этого я использую упражнение, которое меня научил мой тренер Женя Горохов. Называется гаг присед. Будем использовать собственный вес тела, а собственный вес тела, это значит нет травм, и это упражнение полезно абсолютно всем. По технике упражнения здесь все просто. Подходите, я в данном случае левой рукой держусь, чтобы не упасть за конструкцию. Ноги ставлю на цыпочки, немного разворачиваю, колени в разные стороны смотрят. Лопатки вместе, спина ровная. И начинаю падать назад, рукой придерживаю себя, чтобы не упасть. Опускаюсь, растягиваю квадрицепс. В идеале можно доставать затылком до пола и встаю обратно, помогая левой рукой. Если вы чувствуете тяжение в квадрах, вы на правильном пути. Это упражнение полезно для подготовки ваших ног для дальнейшей работы с большим весом, с тяжелыми подходами, упражнением, приседания, жимы ногами. Исключите травмы и больше почувствуйте мышцы ног. При выполнении его я чувствую, как когда опускаюсь в квадрицепс, когда поднимаюсь, бедро, бицепс бедра. То есть работают все ноги. Плюс икры даже включаются, так как я ставлю на цыпочках. Сейчас у нас будет фронтальный присед. Я в основном приседаю фронтально. Классические приседания я не использую в своих упражнениях. Фронтальный присед. Самое просто то после нашего первого упражнения гака-приседа с собственным весом тела. Мы растянули квадры. Теперь уже перейдем к силовой работе. А фронталка нужна мне для того, чтобы я не переборщил с весом. Я и работал просто сфокусировавшись на своих квадрицепсах. А не на том, что лишь бы подняться, лишь бы присесть, лишь бы встать. Самое важное – разминаться перед приседаниями с пустым грифом. Ну, чтобы исключить все травмы, конечно. Подготовить ваши мышцы к нагрузкам. По технике с приседаниями фронтальными расскажу вкратце, здесь все понятно. Подхожу, намечаю серединку штанги. Я привык зажимать руками. То есть ноги берутся, кладут на плечи, кладут сверху руки. Как-то придерживают, чтобы штанга не задушила при приседаниях. Я просто хватаюсь кулаками, сжимаю штангу, чтобы она никуда не ходила. Приседать я буду с узкой постановкой ног, чтобы включить внешнюю сторону квадрицепса. Усложнить себе жизнь приседания. Ну и почувствовать работу мышц максимально. Я решил немного увеличить подъем стопы, подложив пяти килограммовые блинчики. Здесь буквально сантиметра два в высоту, чтобы усилить нагрузку на квадрицепс и снизить нагрузку на поясницу. Я в данный момент в раздумьях, куда переходить, или свыше ста, потому что рост у меня метр восемьдесят три. И до ста выступать я займу какие-нибудь призовые, возможно займу какие-то призовые места. Но рассчитывать на первые места не придется. Поэтому или свыше ста мне переходить, раскачиваться, набирать массу, или в менс физику идти. И напомню, что я в классике до этого выступал. То есть я где-то посередине сейчас застрял. Почему у меня такие мысли? Ну, всем хочется стать профессионалом, кто занят этим серьезно. Достигнуть своего максимума. Я считаю, надо достигать своего максимума в деле, которую ты любишь, которая тебе нравится. Ну и вот у меня такие мысли сейчас. Это как я вспомнил, что до появления менс физик в нашей стране стебались над классиками. Ну так, подшусивали над ними. Сейчас менс физик появился. Все начали укорять, что-то говорить про эту категорию. Своё мнение негативное в большинстве случаев. А про классиков, к примеру, даже Голубочкин говорил, что я знаю ребят, сильных ребят классиков. Да-да-да, то есть вот такое мнение у нас в стране всегда меняется. Надо навесить побольше. Я же снимаюсь, надо обсираться. Скоронный блевал, блин, когда его снимали. Ну, он же там для своей темы снимается. Фронтальный приседал, блевал. Потом, я его понимаю, тренировка, ну, поблевать это почти святое дело. Если за***ю качаться, конечно. Попрошу подстраховать меня. Найду в зале кого-нибудь, чтобы мне помог. Ну, и я считаю, что на последних подходах нужно не гнушаться страховщиками. Особенно в фронтальном приседе, когда дело в повторах, а не в весе. Нужно выполнить нужное количество повторов. Ну, и попрошу, чтобы меня человек подержал за локти. И я присел столько, сколько нужно. Не забывайте разбирать за собой штангу и пласть длина на место. Это уважение к золу, в первую очередь. И к самому себе, как спортсмену. То, что это храм. Сейчас мы доработаем квадрицепсы. Пройдемте за мной. Приглядел тренажер. Я не думаю, что он есть в каждом зале. Но мимо него я точно не пройду. Сушиться одно время начал. Готовится к мэнс-физик. Думаю, что стану мэнс-физик. Не встал ноги качать. Мне тренер сказал, делай одно упражнение. По кайфу. Раз в недельку. И все. Я так попробовал. Мое самочувствие стало не такое, как раньше. Возможно, мне не хватало именно гормонального всплеска, который вызывает тренировка ног. Поэтому я люблю качать ноги. Плюс мезоморфа, притренд супер по ощущениям. Нет никакой тахикардии. Сердце работает ровно при нагрузках, при проработке ног, тяжелой проработке, любой тяжелой работе. Тренировка проходит на ура. Мы перешли к бицепсу бедра. Мое любимое упражнение – это подъемы туловища бицепсом бедра. Здесь я пока не нашел мой любимый тренажер. Но будем работать с тем, что есть. Нужно пристраиваться всегда, уметь к любому залу. При выполнении этого упражнения я помогал себе руками. Упражнение тяжелое, колени чувствуются, но бицепс бедра прямо разрывается. Теперь осталось растянуть бицепс бедра. Для этого нам понадобится штанга, платформа и небольшой вес. Соорудил я установку с грифом. Растянуть бицепс бедра после сокращений, которые мы только что выполняли. Чтобы он рос, потому что растяжка, тем более ног – это самое важное для роста мышц. Немного по технике расскажу. Ставлю ноги узко, колени. Стараюсь прям вывернуть напротив друг друга. Ноги ровно вставлю. Ни в коем случае не буду ее сгибать, когда я буду наклоняться. Поясница ровно. Смотрю вперед и наклоняюсь вперед. Чувствую растяжение бицепса бедра, поднимаюсь наверх. Главное растянуть бицепс бедра и держать поясницу ровной. Чем ровнее поясница и ровнее ноги, больше растяжение бицепса бедра. Вес мало здесь важен. Шикарное упражнение. Тянет бицепс бедра. Многие любят выполнять его, немного согнув ноги. Но я считаю, что нагрузка больше падает на бедро. Поэтому немного согнутые ноги – это попа. А мне нужен сейчас бицепс бедра. Все просто. 12 повторов. Были ошибки в технике. Я немного расслаблял поясницу. Но так как я был уверен, что вес 40 кг пагубно не будет влиять на упражнение, на технику. И тем более совершенно нетравмоопасен. Чтобы растянуть бицепс бедра по максимуму. Если вес здесь выше 100 и больше, советую следить за вашей поясницей. Это очень важно. Уважаю очень людей, кто приседает за 300 кг. Тот же зеболь. Восторгаюсь просто этими людьми. Это мышцы, сила. Это огромная работа. Это не передать, какой тяжелый труд. У меня несколько иной подход. Проработки ног. Свой тренинг, подготовка к своим соревнованиям. Ну, возможно, просто это мой этап сейчас. То, что я классический бодибилдер. Подготовил свои ноги. Сделал их такие, какие они есть на соревнованиях. Без тяжелых приседаний со штангой. Я хотел показать сейчас вам упражнение прыжки. Прыжки на запрыгивание на платформу. Кто-то слышал, кто-то нет. Расскажу вкратце. Это люди прыгают. Наверное, видели даже пауэрлифтеры. Тяжелые парни свыше 100 кг. Прыгают на собственный рост. Это показывает также их силу ног. Силу взрывную силу. Хочу еще уточнить, что это у меня не отстанавливает. Это прыжки. Я это говорю на камеру, потому что все думают, это или велотренажер, или становая. Это прыжки. Я въехал при подготовке в сооруженную платформу. И его шрам остался небольшой. Но сегодня я показывать не буду. Эти прыжки я и не нашел здесь, куда можно запрыгивать. Завершающее упражнение. Прыжки просто на месте. Повтор я выполню не меньше 10 ориентировочно. По ощущениям. И тем самым я взорву свои ноги. Почувствую по максимуму их проработку. И буду доволен всем результатом за сегодня. Ну, поехали. В этом упражнении главное садиться по максимуму вниз. Поксимально отталкиваться от пола. И чувствовать, как твои мышцы сокращаются. Как они болят. Как тебе становится тяжело. Но ты делаешь, делаешь. Дальше. Попробуйте. Веселит упражнение. С утра попробуйте. Когда проснетесь. Первым делом соседям ногами постучать. Моя тренировка ног подошла к концу. Не смей ставить дизлайк. Ставь лайк. С вами был Денис Швецов. Специально для мышц РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова